Иногда они перепутают автомат Калашникова с гладкоствольным ружьем. 40 профессиональных стрелков со всей Украины сревнуются в Одессе за звание регионального чемпиона по практической стрельбе. Прилив адреналина ощутила и Юлия Никандрова. Эти парни знают, как обращаться с настоящим оружием. Среди них представители элитных спецподразделений, таких как Альфа и Беркут. Около 40 профессиональных стрелков со всей Украины приехали в село Егоровка посоревноваться в практической стрельбе в региональном чемпионате. Адреналин зашкаливает. Даже экраны ваших телевизоров не выдержат напряжения. Здесь главная скорость и точность. Хлюпикам даже не стоит касаться курка. Эти красавцы автоматы любят сильных и варь. Практическая стрельба – это довольно необычная разновидность стрелкового спорта, о существовании которой в нашей стране знают немногие, в отличие от Запада. В Украине официально ее признали видом спорта только зимой прошлого года. Возрастная категория есть юниоры, регуляр, то есть юниоры – это с 12 до 18 лет, с 18 до 50 лет, сеньоры и суперсеньоры – это 70 лет. То есть этот вид спорта не ограничивает ни по какие параметры – ни вес, ни рост, ни возраст. Стрелок знакомится с линией огня и расположением мишени непосредственно перед началом упражнения на брифинге. Полевой судья объясняет его условия и требования. А вот метод его прохождения и возможные комбинации, которые могли бы сэкономить выигрышные доли секунды, участник выбирает сам. В итоговом результате учитывается как точность стрелка, так время и тэп ведения огня. Они фиксируются с помощью этой черной коробочки в руках суди, которая называется таймером. Все готов? Внимание! Коренной киевлянин Александр Зинченко практической стрельбой занимается два года. Он знает наверняка – купить оружие недостаточно, надо уметь им пользоваться. Я, наверное, прошел путь многих так называемых самооборонщиков. Это люди, которые рано или поздно задумывались о безопасности своей семьи, себя и приобрели свое первое оружие. Основными критериями, которыми должен руководствоваться спортсмен во время стрельбы – это точность, мощность и скорость. Остальное – дело самого спортсмена. Против матча, который день-два, а то и матчи более высокого уровня длятся неделями, мне нужно иметь физическое здоровье. Больше двигаться, меньше пить. Полевой судья все упражнения следует за стрелком настолько близко, насколько позволяют правила и насколько это безопасно для самого суди. Он следит за соблюдением техники безопасности и может остановить стрелка в любой момент, если заметит что-то подозрительное. Задания максимально реалистичные. Стрелки здесь практически как герои блокбастеров, а в кино, как полагается, главное не только внешний вид супергероя, но и его оружие. В практической стрельбе выстрелы производятся из пистолетов, ружей 12-го калибра и, конечно же, автоматов. Стреляют из карабинов, начиная с автомата Калашникова, их клоны, Сайга, Вепри и те же клоны М-16, есть ХТР, Кох, Зауры. Все оружие не предназначено для автоматического огня. Результат выводится по методу нескольких арифметических операций, при которых учитываются точность, мощность и скорость, включая время перезарядки магазина, если таковая есть в упражнении. Ну, это значит, начисляются очки, сумма баллов набранного упражнения делится на время, получается хит-фактор. Это тот результат, на который выходит все. И самое главное, говорят спортсмены, стрельба любит хладнокровие. Даже если адреналин зашкаливает в крови, руки и мозги должны быть максимально на чеку. Юлия Никандрова, Игорь Гвоздев, телекомпания АТВ. Одесса постепенно отходит от субботних событий.